Новосибирские активисты вновь заговорили о создании музея Сибирского рока в доме, где жила Янка Дягилева. На здании сейчас уже установили мемориальную табличку, вокруг него сейчас забор, рядом строят высотку. Удастся ли сохранить памятное место и чего не хватает для создания музея, расскажет Михаил Якимов. Частный дом в центре Новосибирска предлагают превратить в музей. В небольшом одноэтажном бревенчатом строении жила знаменитая сибирская поэтесса и рок-музыкант Янка Дягилева. Мы имеем уникальную фигуру в уникальном явлении, то есть в русском роке, который сам по себе довольно своеобразное явление. Мы имеем явление сибирского андеграунда, в котором яркая фигура родилась и прожила жизнь в нашем городе. У нас не так много исторических личностей, чтобы ими разбрасываться. Шесть лет назад на стене дома установили мемориальную доску, а в 2017 году началась кампания по его сохранению. Дом получил статус выявленного объекта культурного наследия, но пока реконструировать его и создать музей не удалось. В прошлом году участок земли выкупил застройщик, но пообещал не трогать памятное здание. Сейчас дом, в котором жила Янка Дягилева, находится за забором. У поклонников ее творчества нет даже возможности подойти к мемориальной доске, установленной на углу дома. А за забором идет строительство нового жилого комплекса. Однако, как уверяют активисты, общавшиеся с представителями застройщика, дом огражден забором со всех сторон. И это действительно так. Ограда между домом и стройплощадкой защищает обветшавшее здание от стройки. Рабочие из Средней Азии подходят помыть руки и даже не подозревают, что за забором, к которому провели кран, достопримечательность, ценная для новосибирцев. Проект создания музея сибирского рока в доме Янки Дягилевой активисты уже написали. Помимо экспозиции хотят сделать пространство для конференций, презентаций и квартирников. Поддерживают идею музея творческие люди со всей страны. Прививка сибирского рока – это прививка свободы мысли и свободы любви на всю жизнь. Это в самом лучшем смысле антибуржуазная внесистемность. И мы, как сумбурные дети Летова, Сибирского рока, Янки, надо зафиксировать, что это часть нашего эмоционального сознания. Надо сделать этот музей, надо, чтобы мы помнили про это. Увековечить историю о новосибирской поэтессе и музыканте решили и на экране. В Санкт-Петербурге приступили к съемкам фильма о Янке Дягилевой. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости.